Шесть лет назад в качестве самостоятельного федерального органа был создан Следственный комитет России. Преступления против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности и половой свободы, коррупционные и налоговые преступления. В службу окунаешься с головой, рассказывают сотрудники. Иначе никак. Чтобы понять, что из себя представляет суть следственной работы и какие сложности возникают при совершении должных обязанностей, в данном случае необходима практическая деятельность, которую можно извлечь только из непосредственного исполнения обязанностей, а не со слов уже поработавших, либо из каких-то своих убеждений, потому что все они окажутся либо несоответствующими действительности, либо ложными просто. Дмитрий Яковлев работает следователем с 2012-го. Это он в прошлом году занимался резонансным делом о Кизлярском коньяке. Два человека погибли, у двоих серьезные проблемы со здоровьем. Распространял некачественный алкоголь жителей Иваново. Но даже когда есть жертва и определено лицо, причастное к их гибели, доказать преступный умысел последнего непросто. Непосредственно установить, что человек умышленно распространил данную спиртодержащую жидкость и осознавая при этом, что могут какие-то погубные последствия наступить для тех, кто будет их употреблять впоследствии. То есть и весь процесс расследования дела, краеугольным его камнем являлся именно доказыванием субъективной стороны данного преступления. То есть непосредственно установление внутреннего отношения нашего злоумышленника, обвиняемого, к своим действиям. В декабре суд вынес свой вердикт в отношении распространителя смертельно опасного коньяка. 8 лет лишения свободы. Мужчина решение суда обжалует. Илья Кашин молодой и, как говорят коллеги, перспективный следователь. В числе прочих его подследственных в прошлом году был несовершеннолетний. На языке закона статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. На деле же распространение в соцсетях роликов экстремистской направленности. Как итог, 100 часов обязательных работ. Лицо признало свою вину в совершении данного преступления, не отрицало свое причастие. В содеянном, раскаялось, сожалея о случившемся. В настоящее время, в данных взглядах, отказался. Ну, по крайней мере, как пояснил, в ходе допроса. Кабинет к Татьяне Уклонской подозреваемые приходят в добровольном порядке. Насильно на полиграф никого не сажают. Нужно признаться, что кресло это местом для отдыха никак не назовешь. Даже когда ты просто журналист, и скрывать нечего. Все равно волнительно. Как правило, если по уголовному делу, это по одному исследованию в день. Потому что люди здесь проводят от 2,5, но это самый минимум 2,5 часа. А то бывает по 4 и по 5 часов сидят. Это практически целый рабочий день. Все зависит от того, сколько моментов нужно уточнить или выяснить, какую задачу следователь поставил. Зачастую, опираясь на результаты полиграфа, следователь выстраивает свою дальнейшую работу. Пытаться обмануть аппарат, уверяем, дело бесполезное. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.